Всем привет! И это вторая часть сборки электросамоката. В первой части мы просто делали из старого велосипеда за 500 рублей самокат. Большой такой взрослый самокат с надувными колесами. А в этой части мы будем устанавливать на него электронику. Мне пришел двигатель, у меня есть контроллер, правда слабоватый на 350 Вт. Пока подтестим на нем, потом может быть помощнее поставим. Я собрал на досуге батарею. Буду по факту уже смотреть, как будет получаться, так и буду делать. Начну я, пожалуй, с того, что на вот этот двигатель установлю муфту, к которой потом буду приваривать звезду. Погнали! 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Короче, колесо все-таки взорвалось сзади, оно было порепано, было предсказуемо, что жить ему недолго. Короче, вот. Едет эта фигня, по-моему, медленно, то ли потому что передаточное число, неправильно подобрано, то ли потому что еще и контроллер слабый. И снова здравствуйте, продолжение, надеюсь, в блоге электросамоката мы будем снимать здесь, это мой гараж, это одна из причин, почему в видео не выходило так долго, я купил себе гараж, и его обустраивало достаточно долго. Ну и добавок, еще с самокатом что-то ни хрена не получалось, с передаточным числом я проебался, контроллер батареи пришел не тот, пока пришел новый, он тоже, короче, херовый, но будем собирать, короче, из того, что есть. Вот, у меня теперь новый ходик, он охуительно ловит в обус, так что теперь будет сильно приятнее смотреть, я надеюсь. А, нет, сейчас, минуточку. Блин, что кожа такая желтая, может я просто загорел? Так, ладно, еще звук нанотировал. Рек. Теперь и звук должен быть, заебись. Так и что мы имеем? В прошлой попытке сделать электросамокат, рвануло колесо, значит в этот раз мы поставим сюда новую покрышку того же размера, камеру, потому что прошлая взорвалась. Я хочу уйти полностью вот от этого узла, так как это адский пиздец. Ну, гремит он, скорее всего, потому что я ушатал подшипники, потому что варил рядом с ними, несмотря на то, что я очень быстро поливал водой, все это до пизды. Я вообще хочу уйти от двухступенчатой передачи и сделать одноступенчатую передачу. Стандартных решений этого вопроса нет, так как максимальная звезда на 55 из существующих, по крайней мере мне известных, а минимальная на 11, что дает нам передаточное число 1 к 5, а мне нужно 1 к 7, а то может еще и больше. Но я же увлекаюсь немножечко 3D моделированием, у меня есть дружбан, который режет на лазере всякие штуки, и поэтому он мне вырезал вот такую звезду на 60 зубов и вот такую звезду на 8. Это как раз нам дает передаточное число 1 к 7,5. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Хер знает, я сам еще не знаю. Плюс еще я немножко проебался с вот этим отверстием, так как оно должно быть больше 40 мм, а у меня тут 20. Я переспецую колесо, я этим никогда еще не занимался, на вот такую вот втулку. На фривилл приварю свою большую звезду, туда засписую колесо, сюда установлю диск. Ну вот, в общем-то и все. Погнали! Не люблю снимать покрышки с ободов, поэтому я просто ее срежу, ей все равно уже пипец. Запомнить, как все было, я не смогу, поэтому не буду уебываться и просто сфотографирую. На ободе у нас всего 16 отверстий под спицей, а на новой втулке у нас 32 отверстия. Планирую пустить через одну, не знаю, что получится. Чисто теоретически должно прогонать. О, кажется, одна сторона готова. Та-дам! Идеально. Ну, немножко подровнять и будет вообще ништяк. Та-дам! Чистот! Чистот! Та-дам! Чистот! 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 Продолжение следует... Блин... А что у меня получилось? Для меня это просто супер-бупер. 54... Пахнет паленой деревяшкой. Я аж немножко заностальгировал, потому как в детстве выжигателями. Сделали рисунки на деревяшке. Не совпадос. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Так, тут тоже важно не проебать стрелочки. Теперь мы немножко отточим звезду, чтобы цепь по ней хорошо ходила. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он! Красавчик! Конечно, ты такой горзый на месте шлифовать на камере. Сейчас посмотрим, как ты поедешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покатался я на самокате, проехал примерно километра 4-5. По комфорту езды вообще охуительно просто. Ничего не гремит. Даже несмотря на то, что внутренние компоненты я там не закреплял внутри. Мотор за все время, примерно минут 10, наверное, я катался. Он нагрелся примерно до 50 градусов. Сразу хочу сказать, что, несмотря на все недочеты, мне этот самокат очень нравится. Он, конечно, не быстрый, набирает скорость он вяленько. В горку он практически не едет. Но он комфортный, он охуительно выглядит. Хочу сказать, если вы задумали себе сделать электросамокат, не ебите голову, делайте из мотор колеса. Это решит сразу 80% проблем. Никакой цепи, никаких звезд, которые нужно где-то как-то вырезать, чертить. Никакого геморроя с монтажом мотора. Сейчас самокат ехал на 350-ваттном контроллере. Я этот мотор испытывал на контроллере на киловатт, на три цикли. Видео вот здесь можете посмотреть. Я попытался на нем кататься, как на обычном самокате, то есть отталкиваться ногой. И очень комфортно. Весит этот самокат около 15 килограмм. Если выкинуть, допустим, всю электронику, мотор, цепь, звезду, батарею, контроллер, то он будет весить около 11 килограмм. И это вполне себе неплохой вес для такого рода самоката. Возможно, в будущем я отпилю вот эту рамку, все поснимаю, буду на нем ездить просто на самокате. Ну, хер знает, еще не решил. Или уберу отсюда это колесо и поставлю сюда мотор-колесо какой-нибудь там на киловатт или полтора. По ровной дороге без ветра где-то тридцаточка. Если где-то небольшой подъем и встречный ветер вдобавок, то это 25-26, максимум 27 километров в час. По уровню шума, ну, я думаю, сами можете оценить. Ну, то есть достаточно шумно. Это, конечно, не так шумно, как прошлый вариант с двухступенчатой передачей. Но все равно громко. Поэтому мотор-колесо. В этом видео я ничего не говорил за сборку электронной части. Так как информации в интернете достаточно много. Видосо так, скорее всего, получится длинным, потому что много деталей, много узлов попадало в кадр, как я все это собирал. Если вам не лень, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях по поводу длины видоса, его насыщенности. В общем, что не понравилось, понравилось, пишите в комментариях, пожалуйста. Если есть какие-то вопросы, так же пишите, постараюсь ответить. Ну и вообще, пишите, что вы думаете по поводу этой дичи. В будущем я как-нибудь, надеюсь, доделаю все, что хочу с этим электроскутером и сниму на него обзорчик. Он, конечно, пободрее. У него стоит киловаттное мотор-колесо, полуторакиловаттный контроллер с запасом. Батарея на 58 вольт 10 ампер часов с хорошей токоотдачей. Очень маневренный, очень маленький. Много рассказывать о нем не буду. Надеюсь, что сниму отдельный обзорчик потом. Так, надеюсь, что это видео было полезным. Оно больше было не видео для конечного результата, а видео для понимания промежуточных результатов. Тема с электротранспортом мне нравится, я буду продолжать. Если интересно, не хотите пропустить, подписывайтесь на канал. Если понравилось, ставьте лайки. А с вами был Антон Палкин. Пока, мои дружочки. Субтитры сделал DimaTorzok